Ну, наконец-то свершилось. Понятное дело, что со сменой руководства Яндекс.Дзен на данной площадке, конечно же, изменятся и правила игры. Изменятся они в лучшую или в худшую сторону, было пока что неизвестно. И вот на Дзен-понедельнике, на прошедшем Дзен-понедельнике, мы наконец увидели Рената Низамова. Как он выглядит, как он себя ведет и что он нам наобещает. Не готов сегодня разбрасываться какими-то прогнозами. Она обещала нам много хорошего и позитивного. В принципе, по-другому быть не могло, но особенно было интересно послушать про три вещи, которые больше всего беспокоят блогеров. Первая, про которую я неоднократно говорил, это модерация. Что на Яндекс.Дзен совершенно какие-то жесткие, неадекватные правила по ограничениям статей. По этому поводу нам дали однозначный, конкретный ответ. В общем, это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится и мы начинаем. Но для начала небольшая реклама. У меня часто спрашивают, вот совсем недавно в комментариях спросили, как получить такую картинку, как у меня на канале. Спрашивают, какую камеру я купил, но дело ведь далеко не в камере. Дело в первую очередь в освещении. Даже с не очень хорошей камерой можно получить вполне приемлемую картинку. А чтобы она у вас была такой, нужно приобрести хороший свет. Я не могу ручаться за другой свет, но я покупал не очень дорогой свет, софтбоксы, два софтбокса на Алиэкспресс. Собственно, чтобы не ходить вокруг да около, я просто в подсказках прикрепил ссылки на именно те софтбоксы, которые я купил. Сразу скажу, что это реферальная ссылка. Если вы купите именно по этой ссылке, вы мне поможете. В общем, вам без разницы, а мне приятно. Вот. Ну что ж, продолжаем. В общем-то, тут нас обнадежили. Ренат сказал, что он работал журналистом в нашей стране. И так много правил, и так много ограничений для авторов, для блогеров, даже в социальных сетях. И на данный момент они занимаются пересмотром некоторых пунктов, именно которые ведут к ограничению статей. Некоторые пересмотрят, а от некоторых вообще откажутся. И как он заявил, совсем скоро мы увидим изменения. Результат этой работы вы все заметите уже, ну, в ближайшие несколько месяцев. Вот, буквально пару месяцев. Что ж, дадим им эти пару месяцев и так уже несколько лет ждем. Но тут, конечно, не все так просто. Есть конкретные пункты правил, которые говорят о том, что кликбейт запрещен. О том, что там контентный спам запрещен. Трагический контент запрещен. Шокирующий контент запрещен. Качественный контент. В принципе, все понятно. Если у вас такие статьи, то, ну, если вы сами понимаете, что написали такую статью, выложили, вам ее ограничили. Ну да, нарушил правила. Если их пересмотрят и сделают намного мягче, то все хорошо, я не против. Но есть ведь моменты, когда ты написал простую статью, где ничего такого нет, а тебе ее ограничили. Да что ты говоришь? Не важно за что. Трагический контент. Там, не знаю, у меня статьи по истории за какой-то мат ограничивали, которого там нет. То есть вот эти ограничения. Там на Дзен понедельник из женщины даже высказалось, что она пишет про балет, а ее ограничили. Там 20 публикаций, если я не ошибаюсь, были ограничены. И непонятно за что. То есть ложные срабатывания алгоритма. Тут нас Ренат тоже очень сильно обнадежил. Сказал, что это для него одна из самых приоритетных задач. Задача одна из самых приоритетных для того, чтобы ее решить. Что тоже хорошо. Если это самая приоритетная задача, то, наверное, будут вложены в это силы, если это не пустые слова. Будет это все проработано, и вскоре мы увидим меньше ложных срабатываний. Наверное, тут одна из проблем. Нужно вот всяких толокеров немножко отодвинуть от управления Дзеном. Но это, конечно, все мои домыслы. Другое дело, что Ренат не сказал ничего по срокам. Он сказал, если в прошлом пункте он сказал, что через месяц-два вы увидите изменения, то в этом пункте он сказал, что, ну, я вам не скажу, что через месяц или через два, там их вообще не будет ложных срабатываний, или там их станет меньше. Ну вот, я буду над этим работать. Ну, хотя бы будет работать. Хорошо уже. На, серьезно. Ты не верил? Напомню, что ошибочные ограничения, это прям боль Дзена. У меня было такое, что четыре статьи подряд были ограничены, и все четыре были разблокированы после того, как я обратился в техническую поддержку. Но вот с технической поддержкой все не так гладко. Женщина там жаловалась, что четыре дня не отвечали, и мне многие авторы пишут, что несколько дней, бывает, вообще не отвечают. По технической поддержке Ренат сказал, ну, то, что я услышал. Может быть, я неверно интерпретировал, но он сказал, что, в принципе, техническая поддержка, там у них большая команда, они очень стараются, очень болеют за свое дело. То, что они там отвечают скриптами заученными, это не совсем правда. Они, конечно, будут расширять команду, но и так все уже хорошо. Ну, конечно, можно сделать еще лучше, но на данный момент кардинальных каких-то изменений там не предвидится. Там вроде бы, если я не ослышался, новый руководитель у них, но в целом они будут вот развивать то направление, тот курс, который они уже выбрали. То, что там кому-то долго не отвечают, это не очень хорошо, но они будут стараться отвечать побыстрее. Если команда увеличится, наверное, у них получится, но нас немножко не это беспокоит, а то, чтобы они отвечали более предметно. Надеюсь, они над этим поработают. Вот. Так что по самым главным трем вопросам у нас есть два обнадеживающих ответа и один, ну, такой средненький. Не очень, я бы сказал. Ну, да посмотрим, как оно будет. Главное, чтобы драконовских мер меньше к статьям применяли и ложных срабатываний было тоже намного меньше. Но хотелось бы пробежаться еще по некоторым важным пунктам, которые я обозначил в своем докладе Ренат. Ну, и вообще, который планирует внедрить Яндекс.Дзены, которых в докладе не было. Итак, помимо того, что система модерации будет улучшаться, она будет отыскивать еще и ворованные видео. То есть чужие обрезанные видео с Ютуба будут проходить через сканер и будут находить такие видео, таких авторов будут блокировать, а монетизации они могут забыть. Плюс в Яндекс.Дзен было анонсировано, что теперь те видео, где использованы водяные знаки других площадок, других платформ, они не будут рекомендоваться в общей ленте. Будут рекомендоваться только подписчикам канала. Это, на мой взгляд, не так уж и плохо, потому что хватит воровать чужой контент. Это и моя боль. Что касается развития самой площадки. Видео не задвинет куда-то статьи, по словам Рината, то есть статьи как были, так и останутся. Как их крутили, так они и будут крутиться. То есть на площадке будут присутствовать и видео, и статьи. Я бы, конечно, оставил только статьи, но ладно. Как будут крутиться эти статьи, да и видео, в принципе, тоже. Очень многое будет зависеть, конечно же, теперь не от кармы, которую вообще убрали там, а от реакции. Есть у нас теперь в статистике такая графа реакция, общая реакция подписчиков. По ней будет более-менее Яндекс.Ден понимать, какие статьи продвигать, какие не продвигать. Но там был вопрос о том, что реакции у нишевых каналов часто низкие, то есть полоска красненькая. И Ринат ответил, что это, скорее всего, потому, что алгоритм предлагает часто статьи не тем, кому нужно. То есть рекомендации не всегда адекватно работают. И они будут также улучшать рекомендации. То есть сделают так, чтобы ваша статья показывалась в первую очередь той целевой аудитории, для которой она и была предназначена. Вот и правильно. Тут, кстати, тоже все не так просто. И раз уж мои некоторые советы попадают как-то в копилку Дзен, и иногда по ним я вижу какую-то реакцию, то и тут не упущу момент. В общем, допустим, у меня канал по истории. И логично, что мои статьи рекомендуются тем, кто увлекается этой самой историей. А Дзен в первую очередь смотрит на общую реакцию подписчиков. И, соответственно, в подписчиков у меня те, кто увлекаются историей. Но, скажем, вот по разным историческим событиям у людей может быть разное мнение. Власть твоя уж ты как хошь, а пожаная власть. Скажем, пишу я какую-нибудь статью, опять же, про революцию в России. И у меня одна позиция, а у моих подписчиков совершенно другая. Они просто задизлайкают мою статью, хотя статья у меня, в принципе, может быть довольно неплохой. И опираться только на реакцию людей, которые могут быть просто не согласны с твоим мнением, это не очень. То есть, на данный момент, по моему мнению, да как бы это и очевидно, реакции не являются показателем качественности контента. Качественный контент. Реакции отображают то, как к вашей статье и к вашему мнению относятся другие люди. Согласны они с вашим мнением или не согласны. Они так хорошие у вас статья или нехорошие. В общем, над этим моментом надо поработать. Этот момент нужно обязательно учесть, а не делать вот так вот, что типа реакция хорошая, статья крутится. Реакция плохая, статья не крутится. И опять же, как сказал Ренат, очень многое зависит от подписчиков. То есть, чем больше подписчиков на канале, тем лучше. Они даже предполагают начислять какой-то призовой денежный фонд, тем, у кого будет больше подписчиков на статье, тем, у кого будет реакция положительная. Но я опять же считаю, что нельзя завязывать все на реакциях. Должна быть еще какая-нибудь метрика, которая вот помогает оценить качество контента и которая помогает понять, что вот тут люди просто были не согласны с мнением, а статья в принципе хорошая. В принципе, личный кабинет на Яндекс.Дзен уже изменился. То есть, изначально, если мы заходили, там все поменялось. Скажем, в графе публикации они стали располагаться списком. Это, конечно, не всем понравилось. В том числе и я записывал одно из видео. Сейчас сделано два варианта. То есть, можно также оставить списком, как они есть. А можно сделать так, чтобы они были с более крупными значками, в ряд, ближе к старой схеме. Но единственный минус, что там превьюшки, не те, которые в ленте показываются. Ну да ладно, это мелочи. Ну и второй момент из значимых изменений. Теперь в статистике можно посмотреть доход по каждой статье. А доход теперь, то есть, денежные начисления идут как раз по каждой статье. То есть, можно видеть, какая статья принесла больше денег, какая статья принесла меньше денег. Если что-то не понравится, попробовать оспорить о технической поддержке, которая теперь, наверное, будет отвечать быстрее, как я уже сказал. А может и нет. Ну и раз уж они теперь сами говорят, что прислушиваются к мнению авторов, хотелось бы обратить внимание вот на что. Программа Нирваны. Все мы понимаем, что авторы Нирваны, они как бы получают чуть больше денег, чуть больше охвата у них. Но для тех, кто не состоит в Нирване, это сообщество остается каким-то таким вот закрытым и непонятным. То есть, они с одной стороны хотят добавить больше прозрачности на площадку, С другой стороны, есть какое-то сообщество привилегированных авторов Которые вот получили преимущество и теперь зарабатывают Но к ним, конечно, претензий нет Есть другой вопрос То есть, понимая преимущество программы Нирваны Многие авторы хотят туда попасть Подают заявки, а им отказывают Иногда без объяснения причин Иногда говорят, что на каких-то ваших, ну как у меня было На каких-то ваших каналах есть какие-то нарушения То есть, у меня довольно много каналов, которые я заводил в разное время И понятное дело, что на некоторых из них есть нарушения Некоторые я вообще забросил На некоторые даже пароль не помню И то есть, хотелось бы, чтобы эта программа, то есть, подача заявки в Нирвану была какая-то более прозрачной, то есть, было понятно, за что тебя не принимают в эту программу, какие каналы у тебя ограничены, какие каналы, может, стоит удалить, на какие каналы вообще не стоит обращать внимание, плюс, если у меня есть на каких-то каналах ограничения, то вот с этой вот программой ложного срабатывания, когда статьи банят за то, что они там что-то нарушили, хотя, по факту, они ничего не нарушили, это выглядит не совсем адекватно. То есть, если вы принимаете какой-то конкретный канал в Нирвану, по моему мнению, не всегда стоит смотреть на те каналы, которые были когда-то раньше, и если ты их тем более еще и не ведешь на данный момент. В общем, хотелось бы, чтобы с этой системой тоже как-то разобрались, пересмотрели ее, сделали более прозрачной, более понятной и более лояльной к авторам. Вот. Ну, а у меня на этом все. Будем смотреть за изменениями, посмотрим, что у них получится. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока.